26 ноября Хотел сесть писать Дюбрюкса Не смог, не созрел Нет настроения и всего такого прочего Да и нынешние житийские проблемы неурядицы Слава Богу, что я тогда не начал этого писать А сейчас я занимаюсь опять В 21 году, уже другого столетия Немного Дюбрюксом Только на канале Ютуба Это решение Дюбрюкс принял После своих глубоких открытий И вышеописанных постижений Почему это, эти открытия Имеем ввиду время, место И участников будущих событий Нас не возбуждают и не волнуют Да потому, друзья, что их не провозглашают громогласно Всем и вся, если, конечно, не становятся в позу непризнанного гения и пророка И если не будет очередной политический ход, чтобы перетянуть на свою сторону Определенный и так называемый электорат Мол, глядите, соратники, я все вижу Я прозрел и я ухожу Что по существу значит Продолжайте наблюдать за мной Следуйте за мной За каждым моим взглядом и шагом следите В общем, это политика Поль Дебрюкс политиком не был И выбор свой совершил легко Может быть, человеку будущего тяжело понять и принять факт Отхода от общественно-политической жизни Каковой предпринял Дебрюкс И некоторые времена Это становится пятном позорящим человека За которое уже ничто в его жизни не может выступить в его оправдание Может, такое пятно оставалось и на Дебрюксе И на него показывали пальцем И в смущении отворачивали головы Может и так А может и нет Но скорее это происходило бы во Франции А не за ее пределами Да и кто бы это сделал Некие полусумасшедшие революционеры Популисты Без стыда и совести Они всегда Навешивают на такого человека Ярлык Аполичи, аполитичности Что в их среде тут же Приравнивается К консерватизму И регрессу И так во всех сферах жизни Не только в политике Разве устранение самого себя от чего-то Сразу же автоматически означает Что человек оказывается на некоем Противоположном прогрессивному полюсе Что знают о прогрессии Так называемые Прогрессисты Революционеры Да и были ли они Не плод ли они Брехни ученых братьев Которой поручено укрыть Правду историю За некими, мол, взрывными Событиями в жизни общества Этакие вбросы Чтобы замылить Очи своим потомкам Современникам и проще Их разобщенность и малограмотность Что по существу равно Лишение информации Утайнение реальности событий И увеличение их действий Под неким отвлеченными И величественными лозунгами И порождает искажение фактов И переформатирование Порой насильственное Сознание современников И заказной информацией Того же самого У потомков Жизнь не всегда доказывает Что это так Впрочем, порой и подтверждает Если вскрыть всю Толщу Нагроможденных фактов Как мусора Думается, что и при таком Отстранении Спектр возможностей человека Мы тут подчеркнем Особенно Человека как личности Остается тоже Достаточно широким Разве это Что-то конечное И ущербное Когда нашей возможностью Является Уже жизнь частного лица Оберегающего Свою независимость И при этом Вовсе не стремящегося Противопоставить Или навязать Свой способ жизни Тем Кто живет И действует Иначе Вон Торго так жил И чем кончил Но Дюбрюкс И ту Ограничивают Нашу свободу Любви и выбора Свободу жить По призванию И по совести Тоталитарная Власть Паразитов И их преступников Убивая душу Ломает нас Тайно и явно И эти препятствия Создают не только Государство И церковь Наши Сословные Убеждения Это Идентично Предрассудкам И имущественные Связи Они сразу Появляются У человека Когда существует Частная Собственность Унаследованные Или благоприобретенные Обязательства Но в том числе И пресловутое Так называемое Чувство Долга А затем Уже И нечто Более Отвлеченное Что Заключает В себя Ощущение Страдания От потерь И многочисленные И возбуждающие Страхи По поводам О которых Порой На следующий день Либо не вспомнишь Либо смешно И стыдно Вспоминать Что же это такое Человек Кто руководит им Он ли сам И кто пользуется И насыщается Всеми этими Его Страхами И Эмоциями Природа Он сам Или некий Бесовской Мутант Воспротивившейся Воли Всевышнего Но если Вспомнить То это И страх Перед Внешними Угрозами Перед Убийцами Похитителями Страх Перед Всепроникающей Системой Безопасности Которая Так часто И С наслаждением Обожает Ошибаться Перед Надзором За каждым Твоим Шагом Каждым Неосторожным Словом И страх Даже Перед Общественным Мнением Если Даже Это Общественное Мнение Некое Общество Бесталантных Идиотов И Беспросветных Голубцов Перед Властью Семьи Которая При этом Единственная Твоя Привязанность Любовь И забота Опасения Причинить Боль Своим Близким В общем Таковы Возможно Большинство Из нас Таков И Возможно Павел Иванович Или как Ты его Там Дюбрюкс Теперь Например Было Его Лучше Назвать Добряков Что ли Но Жить Надо И Он Продолжает Жить И Думать И Старается Думать Так Как Казалось Бы Поступил Бы Независимый И Свободный Человек Но Это Неправда Он В тисках Он Захвачен Он Пленник И Он Будет Поступать Так Как Ему Прикажут Кто Мы Об этом Еще Подумаем И Возможно Даже Узнаем Конкретно Кто Это Мировая И Вперед Очередь Идеологизированная Общественно Политическая Наука Приучила Нас Мыслить О Человеке Как О Существе Социальном А Как же Иначе Без Общества Человек Деградирует Мифы Об Отшельниках Всего Лишь Мифы Или Отголоски Золотых Или Просто Лучших Веков Когда Человек Жил Долго И Полнее Пользовался Как Мозгом Так И Полнее Взаимодействовал Со своим Духом Или Скорее Сознанием Во времена Жидебрюкса Близкие Вероятно Уже К нам По Всем Показателям Его Идеалы Прежде всего Выражались В так Называемом Чувстве Жизни Где Главным Был Протест Против Всего Что Человеческой Жизни Несовершенно Несовершенно Уже Было Почти Все И Естественно Это Несовершенство Каждым Сословием Кастой Понималось По-своему Неполно Ненормально Что Что Делает Несчастными Обитатели Земли Без Гиппокризии Мы И По-ныне Несчастны Это Признак Деградации Но Возможно Дебрюкс Сумел Выработать Для себя Последовательную Хотя Искаженную Социально-политическую Программу Почему Мы Так Утверждаем Это Будет Видно Потому Как Мы Оцениваем Его Будущую Деятельность То есть Эту Программу Для себя Сословную Которая Была Несправедливой И являлась По существу Искаженным Устройством Общества Старого Варнового Не Кастого Как в Индии И тоже Немного Ущербного Варновость Сохранилась В Тартарии До самой Ее кончины Почти Вероятно Особых И точных Доказательств У нас Тоже нет Везде Жи От Индии До Османии От Османии До Англии Появились Ущербные Сословные Кастовые Общества И они Победили Неужели Они Потому и Были Передовыми Если Это Явный Признак Деградации Всегда Ли Только Побед Ждали Оказывается Всегда Ли Только Победители Оказываются Передовыми И лучшими Как известно Именно Победители И пишут Историю Или Переписывают Ее Фальсифицируют Под себя Возможно Дебрюкс Однако Всегда Умел Дать Эгоистически Правильную Оценку Развертывающимся Событиям И поддавался Влиянию Людей Сознательно Отталкивавших Его Отсознательного Сближения С народом На Пути Мистицизма И опять же Мы это будем Видеть По тому По результатам Его жизни И трудов И это Скорее Хорошо Чем Плохо Ну Если Совсем Ничего Не делать Что Такое Народ Сложно Его Принять Как Общность В чем То Таком Что Кастово И Сословно Деградировало О каком народе Тут Надо Говорить Только Как Внушаемой Этому Быдлу Лозунговость Подобная Как Было Принято В Российской Империи Позже Самодержавие Православие И народ В общем Вот такие Бредни Даже Понимая Всю Несправедливость Угнетение Человека Человеком Ведь Уже Были Живые Идеи Руссои Вольтера И всем Своим Существом Желая Свободы Для униженных И угнетенных Он Дебрюк Мог не видеть Однако Той силы Которая Была Способна По мнению Энциклопедистов Разрушить Вековое Насилие Но Было ли Оно Раньше До Катастрофы И последующих Перемен О том Трудно Было Думать В позитиве И Естественно Не видя Этой силы Он Выискивал Утопические Пути Как многие Делали В его Время Эволюционировать Постепенно И верно Не понимая Что Эта Пресловутая Эволюция Только Ведет К агонии Продлению Ее А Просвещение Оказывается Ловушкой В которую Попадают Все Без Исключения Кто Хочет Даже Изменить Все И сразу Эти пути В теории Должны Были И могли Привести Народы К Раскрепощению Народа В освобождении От Ерма Деспотии Правда В таком Случае Деспотом Оказывался Наполеон А не например Александр Первый Или В будущем Гитлер А не Сталин И что ни говори Это скорее Был правильный Выбор Прогрессивный Конечно Вы вольны Придерживаться Другого Мнения И тогда Очень характерны Для всех Таких Мировоззрений Появление Некой Мечты Почти Идеала Предлагающего Дворяна Вместе С Раскрепощением Вопреки Даже Софии Август Фредерики Наделить Хлопов Холопов Их дворянскими Гербами Чтобы подчеркнуть Этим Вообще Всеобщее Равенство Как видите И это было Влиянием Масонства Общества Как будто Ищущего И прогрессивного Но по существу Ни его Реального Устройства Ни реальных Целей Мы не знаем А мы кстати В одной из статей Пробовали Об этом рассказать Но плыли Плыли В лодочке По океану Не представляя Что же там В глубинах Как и его рядовые Члены Ну как например Дебрюкс Несомненно Сапсун Масон Наверное Не очень Высокого Порядка И белого Понятия Ни о том же Не имеют Как и он По существу Выход ему Увиделся В количественном Росте Дворянства А не в Революционной Войне И революционном Насилии Чтобы Не делал Бонапарт Он Для него Воплощал Это Насилие То есть Им овладела Идея Движения По пути Скорее К Метафизической Свободе А не Правдиво Жизненной Дебрюкс Как и вообще Люди Его круга Уже не понимал Что свобода Народа Это Только Увеличение Количества Свободных Формально Людей А скорее Полное Упразднение Всех Дворянских Титулов И Привилегий Передача Прежде всего Всех Богатств Земли В общее Пользование А не частное Как это было В допотопные Времена То есть Значит Не могло быть Ни Кастовости Ни сословий Но тут Заложены Ли Мины Замедленного Действия Если человек Будет Оставаться Прежним Кастовость И сословность Возродятся Непременно И не важно Как их Теперь Обзовут Рабы Появятся Вновь И при этом Добровольные И счастливые Что они Рабы Конечно Это будут Их называть Будут Другими Именами Ну например Рабочим Классом Тоже было И вот Как вы Наверное Уже поняли В период Строительства Социализма В Советском Союзе Вот Последнего Он Предвидеть Естественно Не мог Хотя И считал Вероятно Что Эволюционно Все народы Обретут Свободу Иллюзии Позволяют Жить Спокойно Если Их Вознести На Пьедестал Нашего Сознания И Жизненного Действия Что Дебрюк Знал О главной В его Времена Провинции Священно Римской Империи Не Думайте Что Мало И Что Это Была Территория Инкогнито Терра Инкогнито Для него В те времена Информативность Была Не хуже Нашей Могу Вас Уверить Можем Вас Уверить Можете В это Даже И не Верить Потому Что Правду От нас Угрывают И Мы Или Многое Забыли Или Многое Паразиты Утаили От нас Да И Немцы На свой Лад Все Еще Подробно Описали О России И Начали Это Еще Давно В рамках Великой Гран-Тартарской Империи Когда Она Распространялась По всей Земле Уже Там Пописывали Пописывали Свои Трактовки Потихоньку В рукописях И Печатных Книжонках Еще Ясное Дело До Так Называемого Великого Но Подмененного Антихриста Недаром Его Так Называют Петра Первого Немцы Деятельно Всегда Реформировали Эту Провинцию Дабы Выжить Все На свой Маднер И Местного Туземного Населения Важность Этой Провинции Очевидна Это Стержень Мира Чтобы Не говорили Всякие Островные И Прибрежные Цивилизации Которые Недолговечные Несущественные Для этого Они Переформатировали Его На Россиян Ежи И То Есть Это Местное Население Стало Вот Россией Но Все Равно Дебрюкс Представлял Россию Несколько В ином Ключе Чем Родную Францию И Это Неудивительно Раз Поехал В эту Далекую Провинцию То Значит Кое Что Знал Какое То Имел Представление Конечно Не будем Много Гадать Хотя Некое Понимание Об Этом Его Знании Попробуем Позднее Он Думал Что Россия Если Не Европейская Страна То Все Равно Не Дальше Европы Чем Польша Или Венгрия Ошибался Леон Как Вы Думаете Скорее Всего И Это Тоже Правда На Те Времена На Времена Когда Поль Дебрюкс Решил Поселиться В Российской Провинции Священной Римской Империи Германской Нации Германской